Олег, во-первых, я очень рад, что нашел вас сейчас. Мы сегодня встречаемся, наконец-то, лично, так мы общались уже несколько раз. Насколько я понял из разговора, который мы ввели до сих пор, до съемок, что у вас съемки завтра в Питере, что вы сейчас, в принципе, очень много занимаетесь этими делами. Скажите, чем вы сейчас, в принципе, занимаетесь, то есть чем вы зарабатываете на жизнь? Кино 90 процентов. Я туда и рекламу засовываю тоже. Засовывается, да. Да, тогда 90 процентов. 10 процентов – это спорт. Все связано со спортом, то есть семинары, появление где-то, что-то, как-то, какие-то продукции, но это капля в море. Спорт у меня для души. Вот. Другое дело, что раньше я зарабатывал чуть больше, чем сейчас, и я пытался спорт, то есть семинары делать бесплатно. Опыт неудачный, абсолютно неудачный, люди воспринимают это как будто должное, упавшее с неба в рот, то есть когда человек, знаете, как вот у меня вот у сына старшего, у нее есть грин карта. У людей грин карта – это мечта всей их жизни. А она ему просто пришла, потому что, ну, папа сделал. Ему наплевать, он живет здесь, он в Америку ездить не хочет. Я его заставляю пинками каждый год хотя бы на 10 минут, на 10 дней приехать, побыть там просто. Ну, как так. В одном из интервью вы сказали, что вы знакомы с Машковым. Вы с ним поддерживаете общение сейчас? Нет, мы с Вовой, как вам сказать, бета-санкции с друг другом отношении поддерживаются. А вот с другими иногда бывает тяжело. Насколько я знаю, что вы знали Сергея Бодрова-младшего. У вас был даже фильм, где вы вместе играли. Каким он был человеком? Он очень был прямым и честным. И он умел соглашаться, если понимал, что в чем-то он заблуждается, в чем-то у него недостаточной информации. И когда он получал эту информацию, он мог принять эту точку зрения. И он был очень, если вот говорят русский, россиянин русский, я бы его поставил на самый-самый верх. Там было несколько моментов, когда мне даже было немножко неудобно за себя. Это такие мимолетные вещи, знаете, как вот, я всегда говорю, что тоже как мы сели к огню костру, который горел на улице, на патию. Это была Марин Деларе в Лос-Анджелесе. Даже это я для себя отметил, что вот он сел как-то по-русски на край кладки. А я подогнал стульчик. Вам, людям вокруг, это непонятно, но для меня это было такое, как секундочку, что-то я совсем американизировался. И вот поэтому вам было неудобно перед ним, да? То есть или какие-то были другие истории? Нет, перед ним не было неудобно. У нас абсолютно нормальные были разговоры. Меня не было, может быть, только перед собой. Я подумал, что я теряю что-то в себе. И это был такой первый шажочек. Дальше-то, если оно пошло, там уже не остановишь. Поэтому я тогда помню, я остановился как раз. У вас в последнее время довольно много съемок в кино. Если смотреть вашу фильмографию... То есть последнее-то какое? Ну, 18-й год, пять фильмов, сколько я знаю, должно было выйти, судя по фильмографии. Стабильно каждый год. С 99-го года выходит пять, не больше фильмов. И тем не менее, вас больше знают все-таки как бойца. По-прежнему вы ссоединитесь с этим? К сожалению или к счастью, я сначала этого стеснялся. А потом, знаешь, как Маугли. Много говорят тебе, что ты человек. Хорошо, я человек. Я соглашаюсь. И о вас очень много говорят в последнее время. В СМИ появляетесь, то есть все ваши комментарии, в том числе в Инстаграме. Вы довольны тем вниманием, которое сейчас вокруг вас есть? Да. И да, и нет. Все зависит. Посты. В последнее время я стал давать высказываться всем, лишь бы матом не ругались. Я замедлил, что меня все равно это немножко выхолощивает. То есть я это читаю, у меня что-то неприятное, и зачем мне нужны эти негативные эмоции? То есть, наверное, раньше, когда я просто так, знаешь, прошелся, как косой смахнулся, и хорошо. Знаешь, ничего в близких сердцах. А сейчас я пытаюсь каждому человеку ответить, все разжевать. Вот я сейчас открою вам, там будет, что там, я колено повредил, там у бабушки спина. Да, я пытаюсь всем что-то сказать, но говорю это так, знаете, как вот дзен буддистские мастера делали. То есть четко, конкретно, нужно понять, на секундочку просто затормозить, не писать не ответ, а просто писать в тишине и понять, что же я ответил. В каждом ответе гораздо больше, чем, на первый взгляд, кажется. Как я одному написал, нет. Но там был настолько глупейший вопрос, и в этом нет было дестерное дно, и он это, естественно, не понял. И когда ты кому-то написал, что, типа, вот Токтаров отменял, как бы вот… Ну, пишут много всего. Да, я понимаю, что пишут много всего, когда захожу к кому-то другим. Да, конечно. Там ужас, да, но… Я считаю, так, есть цель, если это мне вдруг будет мешать, я, конечно, это вообще уберу. Ну, пока не мешает. К примеру, вот, болельщики-то болельщики, там, комментарии комментариями, а вот Сергей Харитонов, к примеру, известный боец, он вас недалее, как вчера, обвинил в пьянстве, сказал, что, видимо, Токтаров пьет, там… Есть такая хорошая русская пословица, у кого что болит, тот о том и говорит. Я заметил интересную тенденцию. Если я говорю, например, про массаж головы, или я снимаюсь в фильме, где у меня волосы должны быть длинные, лохматые, то комментарии делают, там, в основном, люди лысеющие. А, не лысые? Угу. С ними они уже все перебороли, а лысеющие. Вот я нажимаю, начал нажимать просто на фотографию, открывается, у человека залысина. Потом, когда я пишу о том, что после определенного возраста, если у тебя не будет примерно рюмки в день, то процент того, что у тебя будет проблема с сердцем, вырастает в разы. Да, вот недавно в инстаграме вы написали, что вы там практически не пьете. То есть это действительно так, или вы, ну, можете позволить там… Я не могу себе позволить выпить, потому что у меня просто не лезет. Да. Мне повезло с детства, что я еще в студенческие годы не понимал, как они могут пить всю ночь. Угу. Я выпил две рюмки, а третьи мне уже не лезет. Это мне дано с рождения. То есть у меня отторжение к табаку и вот эта вот четкая мера с алкоголем. Поэтому я, например, очень часто не езжу на какие-то вещи там. Меня пригласили на грузинскую свадьбу миллиардеры. У меня в понедельник съемки, суббота с воскресеньем. У меня организм такой, понимаете. Я съел, на другом это не видно будет. У меня это видно сразу. Поэтому… А когда последний раз… Да. Когда последний раз могли напиться, то есть, чтобы именно перебрать? Бывает такое общество? Впечатлеть такого не могу даже вспомнить. Угу. То есть вам не нужно много выпить, чтобы чувствовать себя уже хорошо, то есть, чтобы расслабиться? Там две рюмки выгладите и все, да? Да нет, я бы с удовольствием больше на меня просто не лезет. Ага, ага. Больше всего мне нравится, когда я заслужил что-то. Я поиграл в футбол на жаре, я скинул вес, я хорошо потренировался, я сделал какой-то, может быть, эмоциональный семинар, о котором я буду думать всю ночь. Вместо того, чтобы не спать всю ночь, а обдумывать, как я правильно сказал он нет, вывел бокал пива и уснул спокойно. Все. Ну, это… У меня стало… Это после 42-х лет. Угу. До этого я не мог вообще ничего себе позволить, у меня просто организм отторгал. Угу. Продолжая разговор о Харитоне, вот просто он недавно дрался, и был эпизод, где мы заехали в ПАХ. Сережа у нас такой знаменитый сейчас стал. Да. И вот вы тогда сказали, что он, дескать, притворялся, упал, начал ныть. Он на это, очевидно, обиделся. Ну, обиделся. Раз он отказался. Вы искренне считаете, что там в реальности не было повода для того, чтобы сниматься с боя? Я сегодня посмотрел еще раз это видео. Угу. Угу. Уау. Люди взрослые. У нас учили как? Попали в тебе, встал, попрыгал, но пройдет. Угу. Ну, может быть, там не было такого прямо… Нетрёв. Да расскажу. А, да. То есть, человек не встал, не попрыгал. Я что-то не припомню такого, что кто-то не мог встать и попрыгать. Это раз. Смотрите выражение лица Неймара, когда он корчится. Очень они похожи, как бобра-то. То есть я, мне кажется, поймал момент точно, когда у Сережи возникла мысль. Ага, вот так, сейчас мне заплатят, потому что за такой результат я получаю, допустим, половину, а следующий бой я, значит, там еще получу, я его там выиграю. Может, он правда выиграет, я же не знаю. Может, и другие возникли какие-то мнения, решения. Но мне показалось в какой-то момент, там четко мысль такая, вот такая, знаешь, она очень похожа на приказчика из магазина. То есть у тебя есть шеф-начальник, есть народ. И надо и с народом как-то, и с начальником. Вот он мне напомнил, а я так улыбнулся. Ну так, ну что, Сережа, а что, Сережа? Ну, отношения у вас с ним вроде как. Сережа, у нас прекрасные отношения, у нас их нет. Это, то есть он меня, он меня... Была же история какая-то лет 10 назад, когда вы... Да, он меня бросил, ну как подставил нашу федерацию, уехал выступать то ли в «Легион», то ли куда-то. Я ему сказал, что в этой организации одно шоу. Они сейчас его проведут, и все. У них, ну я знаю все финансовые составляющие, кто и как. Я сказал, что все, дальше ничего не будет. Ну, естественно, оказался прав, как я... Последние 23 года, оказываюсь. Но... Я ему сказал, Сережа, вот смотри, ты сейчас получаешь на 10 тысяч меньше. Но мы планируем под тебя вот столько-то шоу в год. И я буду заниматься тем, что ты будешь говорить, чтобы не было такой глупости сказано, как в Нью-Йорке, когда от него отвернулось 99.99% всех болельщиков. Потому что, ну это... А что он там сказал? Ну посмотрите, вставите. То есть, отделил болельщиков русскоязычных, которые живут в других странах, от тех, кто, по его мнению, считается 100% русским. Но для этого тогда надо и в десантное училище ездить, и денег не просить за семинар. Про вашу федерацию еще чуть-чуть позже спрошу. После этого вопроса. Там еще вот после Сереги один другой боец, известный, вот Виталий Минаков, он, очевидно, был не готов к бою. То есть, он сам о том признался. Виталий не готов был, да? Да, он сам о том признался. Вы сказали про него довольно, опять же, жестко, что он не боец. Жестко что? Я сказал, что он прекрасный человек. Да, но не боец. Это что, жестко? Так я про вас скажу, что вы не боец. Это будет справедливо, кстати. Да, да. Ну, а человек, который выиграл 21 бой подряд до этого. Замечательно, но где он? В Галатаре. Я понимаю, где он? Ну, прямо сейчас, наверное, летит в самолете. Еще раз я рассказываю. У человека талант. Я же видел его, когда он был еще достаточно молодой, когда он только закончил. У него талант и в стойке, и в партере, и он ударную технику перенял достаточно быстро. Где он его похоронил, скажите? То есть, вместо того, чтобы быть чемпионом UFC, получать миллионные гонорары, где он сейчас, скажите мне? Бойцы так себя ведут? Ну, вы имеете в виду, что он ушел в Fight Nights, да, когда мог бы продолжать? Ну, я ничего не имею в виду. Я вас просто спрашиваю. То есть, вы заявления такие делаете, что он не боец? Ну, хорошо, замечательно. То есть, давайте согласимся. Потому что бойцы так себя не ведут. Я не говорю, что это плохо. У меня сын старше не боец. Потому что, если бы он был бойцом, сейчас бы было в Америке продюсером. Он бы сейчас там продюсировал какие-то фильмы или снимался бы там еще. Но ему вот нравится вот такое. Это что, плохо? Это что мы называли его козлом там или гомосеком? Что здесь оскорбительного? Когда вот эти вот людишки, которые только вчера из парты вышли, не смогли даже себе получить... Научиться правильно писать, как вот наш всеми уважаемый, как он написал, но через А, да? То есть, ну, все, дальше можно уже не разговаривать. То есть, о чем? Ну, да, то есть... Мы сейчас с вами разбираем психотип человека. Заныриваем куда-то глубже. То есть, вы просто имели в виду то, что он выбрал не тот путь? Да я не имел в виду, я просто вам сейчас рассказываю. Оно не то, что я имел в виду кто-то... Оно так есть по жизни. Что касается вашей федерации ММА России, во-первых, как сейчас у нее обстоят дела? Ну, как? Встретиваясь с ММА Союзом... Ну, сами подумайте. Вот представьте, мы забрали половину всех медалей на нашей две федерации, на чемпионате мира. Я пришел, говорю, ребят, я понимаю, сейчас Федя от вас ушел, Фельд Кринштейн, Вадик вас не курирует, вы думаете, что у вас сейчас все пойдет дальше так же прекрасно, как раньше. Но... Я же знаю, что происходит. Вам какие-то деньги капают, вы думаете, что я у вас заберу? Нет. Я вам принесу 90% дополнительных денег. Высадите 90% дополнительных денег, будете иметь половину. А то, что у вас есть, я не возьму. Представьте, насколько вот близорукое, узколобое мышление. И они сейчас пытаются вот как-то вот что-то дальше сами. Я не знаю, что тебе надо. Не, ну хорошо, замечательно, но, по-моему, есть прекрасная модель. Мы встречаемся с Федором, обнимаемся, говорим о том, клянемся друг другу, что будем помогать развивать спорт, ММА в стране вдвоем. Вот он один, для кого-то он сейчас человек, который проигрывает нокаутом. Для меня он, как остался, легендой, как и было, и так и останется. И тут я. Я ему, я про него не дам что-то сказать, и лишний раз я стану перед ним. И будет агрессия. Я образно говорю. Лишь, все равно, он станет передо мной. Вдвоем мы сделаем в 10 раз больше, чем по отдельности. Если мы говорим о развитии спорта. По-моему, разумно, да? То есть у ребят будет больше денег, вдвоем мы действительно начнем что-то зарабатывать на этом, чтобы ему было интересно не драться и подставлять голову от удара, а именно что-то делать полезное, действительно полезное. Потому что ему есть чем поделиться. Я смотрел его семинары, у него такие нюансы есть, в которых я на них не заостряю внимание. Они важны. Вот вы говорите, вы встречаетесь. сейчас пропадает, получается. Занимаетесь ерундой. Едет куда-то выступать. Когда у вас была последняя встреча? Вот, если вы встречаетесь, обнимаетесь, обсуждаете какие-то с вами? Когда у вас такое было? У нас последняя встреча, на самом деле, была, если я говорю, как встреча-встреча, она была давным-давно, когда я сам приехал в Санкт-Петербург со своей федерацией, и говорю, давай так, мы будем заниматься детьми, а вы делайте все, что хотите. тогда у них глазами были горы денег и счастливое будущее. Я сказал, что вряд ли это будет, если мы по отдельности будем. Ну, в общем, он тогда еще сомнился, работаю ли я в федерации или нет, или я просто флаг. Я сказал, что нет, работаю. И работа-то неблагодарная, я могу заниматься только потому, что я получаю деньги с кино. Если у меня не было денег с кино, я, конечно, пошел бы, не знаю, на стройку, охранника, куда угодно, но эта работа, она только минус. Сотрудничества у вас между вашей федерацией и его союзом сейчас, как бы, его нет, я так понимаю? Ваши показатели... Нет, мы встречались, вот, кстати, мы встречались в заведении, которое вот через стенку. Ага. Там, вроде, адекватный юрист, который все понимал, но не пришел руководитель, сославший, что он болен. Пришел какой-то бывший военный, приличный ресторан, там, кричал громко, орал, что люди чуть не разбежались, я попросил потише разговаривать, и ребята пытались найти общий язык. То есть, как будет проходить совместная работа, потому что в мире хотят видеть, чтобы обе федерации работали. Федор Емельяненко, мы о нем почти договорили, почти закончили. Расскажите о нем, как о человеке, то есть охраняется. Вот вы сейчас говорили про Бодрова, именно характеристика. Про Федора несколько предложений, буквально. Что он за человек? Ну, мне его брат более симпатичен. Александр Амельяненко, Чтобы там в Питере не говорили, пока я вот сейчас там был, такие нашли специалисты, ну, ко всем находятся, которые знают всю подноготную, якобы. Я же человек служу не потому, что он там, якобы, делает на прессе, не из газет, как у нас сейчас любят Мамаева, Кокорина, разбирать по молекулам, они же даже не знают, что там было. Я все же, я просто вижу человека сразу, потому что, ну, опыт, когда ты всю жизнь на сборах, в армии, опять дальше сбора, армия, бизнес, ты людей уже видишь, не нужно с ним общаться даже, я пока не ошибался. Я увидел человека через, меня кто-то может заставить его убедиться, поверить в то, что он другой, но на поверку окажется, то есть, мое первое мнение было правильным. Так и здесь, но, кстати, Федор родился в деревне. Потом он переехал в огромный город современный, старый осколок. Всю жизнь тренировался. В 90-е годы было тяжело, но он начал выступать. Какой у вас портрет сейчас создавится? Нашлись два человека, которые его начали узко, узко достаточно насыщать православие, которое заслужит гораздо более широкого понимания, принимания. Для меня православие это Серафим Старовский, это его учителя, который, кстати, с старообрядцей, их записали чуть ли не язычники, РПЦ. Но на самом деле это были действительно великие люди. Если говорить про верующих, это как раз они были. и Саров он как раз в общем-то по большей степени он изначально был как раз именно настоящий. Той веры, которую нас потом попытались забрать. Отда Федора православия. И когда ты узконаправленно что-то изучаешь, тут понятно, что есть какие-то такие сразу сектантско-фанатичные нотки проявляются. Но это в основном из-за просто незнания чего-то. он будет развиваться и все будет хорошо, я думаю. Ну вот насчет православия да, известное интервью. Да, я бы не хотел религию вообще затрагивать, потому что ну во-первых я только верующий в Санкт-Петербург. Я-то верующий, но я не религиозный. Я первые шаги делаю как-то так туда-сюда. Мне нравится находить общие во всех религиях, потому что для меня это как ММА. То есть в ММА есть прием от всех видов спорта. Да. Понятно, что какой-то спорт тебе ближе, поэтому ты допустим пошел либо такой дорогой, либо вот такой дорогой, либо вот такой дорогой. Цель-то одна, то есть к создателю мы ушли, к создателю мы должны вернуться. вернуться надо с каким-то багажом. Вот собственно вся история. Федор Емельяненко последний про него вопрос. Вы считаете его очень распространено мнение, что он чуть ли не лучший боец в истории ММА, не говоря уже истории российского ММА. Я думаю, что он в мировом ММА один из лучших. В десятке однозначно. тройка лучших бойцов в ММА вот прямо сейчас. не надо меня даже в дебри задать. Я ни в кого не влюблен. Стараюсь, я мог там сказать, там было спайдермен, там был Джон Джонс. До этого были другие люди, но сейчас меня даже в эти дебри не... Как вы съездили в Дагестан? Вы же там несколько месяцев назад были? Как прошла поездка? Очень хорошо. То есть Рабзан Афатыч дал совет отцу и сыну Нурмагомедову, что было бы здорово, это было бы правильно, это было бы именно по-мусульмански пригласить Олега в гости, показать ему республику, показать людей. Ребята откликнулись, ну, не без подколов, но я их не увидел, там, не про паспорт, не про чего, то есть некоторые вещи надо просто... Пропустили, то есть они-то были подколы? Ну, Хабиб очень молод, и понятно, что он как боец, притом он очень талантливый боец, он именно не борец, а боец в мозгу до костей. У бойцов есть свои сложности, с ними тяжело. я не представляю, как можно было бы дружить с Мухаммедом Али, искренне дружить, особенно, когда он был в этой своей форме, с Барреро не представляю, как дружить, там, Артура Гатти, там, не знаю, там, я с моими-то ребятами очень, когда вот касается вот чего-то такого соревновательного, там, он, Рома Крамазин, пока выступал, с ним же невозможно было о чем-то договориться, там, просто вот, только, как вот я и все, понимаешь, это мы Рому берем, он всего-то один раз стал чемпионом мира, а есть люди, которые десятилетиями держат этот, там вот действительно такое, что, это надо принимать. А были подколы в личном общении подобные? Не, ну, там какой подкол, там вокруг нас люди постоянно были, и это, это очень утомительно, на нем был стресс, у меня был стресс, потому что у меня прошел фестиваль, где меня просто кинуло руководство в Ростове, на Ростовской области, да, потому что, ну, знаете, с компанией Автодор, что случилось, то есть нам должны были деньги выделять, в четверг, допустим, сказали, в пятницу у них там начались проверки, и у меня финансирование закончилось, а мне Ростовская область говорит, делай, мы поможем. Мы сделали, и вот я сейчас в долгах, ну, 26 миллионов. Как вам это? Так себя. Ну да, вот примерно так же. Я понимаю, что я соберусь, это интересно, когда ты совсем внизу, отталкиваешься только от дна, оттолкнуться от воздуха невозможно, поэтому перед тем, как попасть на новую ступеньку, нужно все-таки опуститься на дно, и это нормально. Я уже к этому привык, я к этому спокойно, абсолютно отношусь, это жизнь, но что я могу сделать? Он вас спрашивал, Хабиб, я имею в виду, вот про слова, которые вы сказали, кстати говоря, мне, между прочим, о том, что кавказцы, вот сейчас я даже прочитаю, как именно это было, у них ген осторожности, они сами по себе осторожны и прячутся в горы, когда приходят сильные войска. Это же после этого он вас позвал в Дагеста. Так, секундочку, во-первых, я вам сказал, я говорил про конкретное время, когда пришел Тамерлан, когда начал вырабатываться вот этот ген осторожности, про какие нации я вам конкретно говорил, вы тоже не помните, как выяснилось. Это, если бы не было этого гена, люди бы не выжили. Он вас спрашивал про вот этот ген? Нет, 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 конечно. Меня про это спросил Рамзан. Так. Я ему сказал, что это нормально, ген осторожности, а то, что там переделали потом, как вы понимаете, вот там тут Кавказ или что такое, тут Тагестан. И то есть переделали это в ген трусости, но я в этом нашел самым точным руку, руку провокаторов и, в общем-то, руку тех, кто финансируется из-за рубежа. Ну, про трусость там точно не было. У меня прям четко осторожности. Это есть на сайте, поэтому это уже другие переделывали. Если бы вы еще записали мои слова, они у меня, кстати, всякий случай, как на самом деле было, вам бы сейчас самому было бы стыдно, на самом деле. Вот, потому что вы тоже исковеркали так кое-что. Притом самую основную суть вы исковеркали. А Рамзан Ахматович удовлетворился вашим объяснением? Абсолютно да. Он после этого повеселел, да, и мы уже после этого отлично проводили время, он искренне нас принял, ему было приятно, и мой даже товарищ аргентинец сказал, что, знаешь, я в нем увидел человека, который готов надеть халат и, как дервиш, пойти в мир. То есть, такое чувство, что он перешагнул тот уровень, на котором он был, то есть, руководитель республики. Сейчас его тянет больше к чистоте, к религии, и вот ему хочется как-то вот что-то этого. Он достаточно многогранный человек, могу сказать, не такой, как его представляли самые раньше и сейчас. А Хабиб? Какой человек? Хабиба надо расти, у него есть все данные для того, чтобы стать мудрым человеком по-настоящему. И это придет, но это придет через много-много-много ошибок и, возможно, очень интересный жизненный опыт. Потому что то, что происходит сейчас, это прямо на грани, на грани, на грани каждый раз. Вы имеете в виду можно у нас подкнуться, могут быть нелады с законом, это перечеркнет, а может быть еще что-то, может быть еще-то. И надо быть очень осторожным, чтобы сейчас именно застолбить. Вот ты уже себя заявил как звезда. Вот теперь нужно сделать несколько шагов, чтобы стать легендой. А чтобы стать легендой, нужно полномеренной работой за дня в день, за дня в день, не спотыкаться. Первое, чтобы я сделал, это я оставил у себя одного. Раз ты легенда, все. А вот группа сочувствующих товарищей, братьев, братьев, пусть она где-то будет в стороне. У нас даже в кодексе это один, если группа разное наказание, поэтому я думаю, ему надо почаще быть одному, почаще просто думать о вечном, о всевышнем и вспомнить пророков хотя бы. Пророки толпой не ходили. Хабиб ходит по грани, вы сказали только что. Имейте в виду его вот эти последние истории, что они там, его друзья избили какого-то формика. Давайте мы отпустим эту тему, потому что неинтересно, потому что как broke my heart это вот было про него, поэтому мне больно было узнать кое-какую подробность и пусть это останется на его совести. Не скажется, какую подробность? Нет, конечно, вам тем более нет. Я понял. Вы же тоже по-своему негодяй. Ну, а журналисты какие еще могут быть? Ну, журналисты, да, негодяи, конечно. Хотя я стараюсь на самом деле им не быть. Ну, старайтесь, старайтесь. Значит, кто, вот, Минаков не боец, кто боец, секундочку, как это вы так взяли? Минаков можно стать бойцом. Если брать тот термин, который я в это вкладываю, он может стать бойцом. На какой-то короткий срок, если у него сейчас появится взгляд тигра, взгляд голодного тигра, голодного до удовлетворения своего чистолюбия, самолюбия, финансово, все что угодно. Что нас толкает в бой эти, откуда взять к победе, дикое желание в себе порыться и найти, толкает голод, вера, муза или тщеславие. Это слова вот этого поэта, то есть это мои слова. И что его толкнет, не знаю. Сейчас, в данный момент, на этом бою, конкретно, это было не Минаков. А кто, кого вы считаете? Он боец, например, был, когда он нокутировал Сашу Волкова. Саша достаточно талантливый парень, который сейчас стал, он боец. Боец. Сейчас у Волкова, вы посмотрите на каждом видео, там глаза тигра. Волков боец. Кто еще из нынешних россиян прямо вот вызывает у вас такое? Минаков может вернуться, он может вернуться и всем показать. Может. Я от Сережи Харитонов этого не ожидаю, а вот от Минаков я вполне могу допустить, что просто если сейчас Сережа Харитонов вдруг выиграет бой еще один, я просто должен буду снять вот это вот видео, я уже вижу такой важный, расправленный грудь, поднятый подбородок, такой, ну примерно как он давал это вот видео, помните, когда на машине он ехал и попал в ВВН. Он меня умиляет, конечно, он милый парень, и у меня к нему нет совершенно никаких зла, обид, но смешно просто немножко. чем нынешние отличаются от тех, которые с вами еще соревновались в 90-е? Мы были голодные, мы были голодные, у нас была определенная частота к спорту, то есть все мы прошли какой-то свой путь, у всех было огромное количество побед за плечами, тренировок, годы тренировок, и вот у нас последний вагон панели пропал, что-то сделать. Для россиян 90-е годы тяжело, для бразильцев у них 90-е годы они как бы начались, так и не прощались, не прекращались. Те американцы, с кем я травмался, там тоже, там, Кена Шемлика, семья, шесть детей, вот он сейчас сойдет с этого пути, все, кормить-то нечем будет. Все были голодные. Сейчас вы такого не наблюдаете? такого сейчас не наблюдаете. Сейчас я вижу, что у ребят есть куда уйти. Это чувствуется. Они не так выросли, они выросли не на тех фильмах. То есть, вот сейчас вам покажи Runway Train, который снял, кстати, Кончаловский Андерон. Вы не поймете, о чем он. Вам покажи фильм Коммунист, или там Директор, или Мост через реку Куаи, например. Вот этого вообще никто не поймет. Это фильм, который получил Оскар, но о чем он? Я спрошу. Один, может быть, из тысячи скажет, который один будет за 40 лет. Это не виноваты вы. Такое поколение было наверняка раньше. Просто я вырос на послевоенном поколении. Меня учило Минер Федоров, например, Чима Мира по самбо. Вот это вот в нем чувствовалось железная струна. И я каждое его слово входило надолго. То есть, он говорит, что я никогда не боялся ехать травмированной на бой. Меня это мобилизовало. Я чувствую, что у меня не 100%. У меня болит рука, плечо, колено. Я чувствую, что я больше, более мобилизован, чем если бы я был здоров. меня тогда это зашло очень глубоко. Книгу Вадима Туманова читаешь «Все потерять и вновь начать с нуля, не вспомнив о последнем, о потерянном ни разу». Я читаю про эту собаку, которую я назвал «Собакой Туманова», которую оставили там на зимовке после того, как ее хозяина и убили. И она осталась сохранять труп, закопанный в ягерь хозяина. Потом прилетели на вертолете ее забирать. Она дохлая такая стоит. Там следы медведей, волков, и она жива. То есть что эта собака пережила? Я назвал «Собакой Туманова». Когда ты один в зоне, воры кругом, урки, и ты выживаешь во всем. Своего отца немножко вспомнил. У него был такой момент в жизни. Его тогда посадили, оправдали через год. А за этот год что он там натерпелся? Его там 50 человек этих урок камнями загонял в сарай. Люди, у них было другая воспитание, другая воля. Это было за гранью. И мне это импонирует. Я восхищаюсь техникой. Больше всего я восхищаюсь волей. Почему Хабиб для меня как бы мой младший брат, пускай провинившийся, но все равно мне близок. Я об этом чистосердечно сказал Денису Семеринихину в интервью. Потому что я в нем чувствую этого волчонка, который прошел то, что многие не прошли. И в какой-то степени за него рад. Он просто хочется, чтобы он как личность чуть-чуть больше вырос. Он не получил того образования, которое должен был получить, потому что тренировался, бахал в этом зале, он общался в определенном кругу. У него даже подача просто говорит о том, что тут еще надо много-много учителей, еще надо много-много, возможно, даже десятков лет, чтобы сказать, что да, я человек, я состоялся. Но он идет к этому, но конечно, мне это симпатичнее, чем другие люди. Есть кто-то из нынешних, в ком вы видите голод? Тот, который вы видели в бойцах вашего поколения? Я, наверное, мало просто смотрю все это. Что попросили? Мы попросили тогда Матч ТВ посмотреть эти два боя. Я так бы и не знал про это. Я бы спал спокойно. Я включил телевизор, моргнул, смотрю, говорить нечего. Второй раз я тоже проспал, но посмотрел бой, кстати, решение судей справедливое по вашему салюту. Там он проиграл каждый раунд. То есть то, что ты напираешь, считает, что попадание. Все встречные там все доходили. Не сильные, но доходили. А вот все в пустоту. То есть вот эти какие-то непонятные крючки. Я сравнил его тогда с Ромой и Жиганом на острове, когда он Глеба Пенех, который его назвал что-то там вон с острова, он ему бьет и, посмотрю, в последний момент он уже понимает прекрасно, что сейчас его руку загибает перед лицом. О, там ты ударил девушку. Во-первых, он не ударил никакую девушку, даже это Глеба не хотел бить. Но эти вещи, ты знаешь, ты их знаешь, потому что ты через это прошел. Какой UFC круче был? Тот или нынешний? В денежном выражении, как выяснилось, что сейчас круче, но тогда это было на уровне выживания. Все, эта клетка закрылась, а ты либо ты выжил, либо тебя убили, притом убили именно в прямом смысле слова. И такое бывало? Ну, это всегда близко, потому что покалечить человека там могли очень легко. Правил-то не было. Сейчас более тепличные условия, так ли? Ну, как можно назвать тепличными условиями такой вид спорта? Бокс это не тепличные условия, хоть там перчатки есть. Обычная борьба, когда это на серьезном уровне встречается, это тоже не тепличная. Ну, как можно такое сказать? Нет. Просто появились правила, люди по ним научились играть и под них подстраиваться. То есть, я бы, например, вряд ли сейчас смог бы показать действительно хороший результат, потому что я как маховик, я очень медленно, 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 разворачиваюсь. То есть, если 5 поединков по 5 раундов, я бы, конечно, показал. А если вот такие скоротечные, там, 2 по 5, даже 2 по 3 иногда, я не успевал просто размяться толком. Поэтому для меня вот та формула, когда люди понимали, что это никогда не кончится, что лучше сдаться, она для меня была выигрышная, потому что они во мне чувствовали собаку туманную, они сдавались. А сейчас человек понимает, что через 5 минут это закончится, надо только потерпеть еще 2 минутки и все будет хорошо. Какое время в целом вам больше по душе? Вот то 90-е годы или вот уже нынешнее? Тогда было интересное время. у меня оно было очень хорошее, потому что у меня была компания, я зарабатывал очень много денег и ходил в костюме. Сейчас я в американский обманер одеваться, а раньше я ходил в костюмы, галстуки, чуть ли не ночевал в костюме. Это было становление, это была каждая мелочь, каждая победа, она была интересна. Сейчас такого уже нету? Ну, сейчас я просто иду в свой путь и все. То есть, я делаю какие-то вещи, которые людям непонятны, то есть, какого хрена докторов что-то делают. Понятно, люди, которые меркантильны, они эти вещи не понимают, но если ты почитаешь книжки, какие-то суфийские, дзен-буддистские, тот же Коран, тот же Библию, если ты поймешь, о чем там вообще пишут, то мне кажется, все очень ясно становится. Где много доживаешь до определенного возраста, когда меркантильно ты начинаешь понимать, что иногда не дать ребенку финансовую помощь, это лучше, чем мне дать. А где вы проводите больше времени в целом сейчас, если вот 20 год, это больше в России, в Америке меньше. В России-то как, в Америке я в этом году, в прошлом году был всего 5 дней в Нью-Йорке. Как тут можно вообще сравнивать? У нас тогда ваш любимый друг бывает такое, знаете, когда я что-то отбрасываю, я забываю имена. не только у вас. Сережа, да, ваш любимый друг Харитонов, он провел в Америке в этом году, я думаю, месяц провел, да? Я думаю, если не больше. Да, получается, что он американец, продал родину, он так любит говорить. Ну, это по сравнению со мной. Ну, и, наверное, последнее, что я вас прошу, просто вы высказывались уже про Кокорина с Мамайом, все вопросы про ММА, вот последний вопрос, это вот ваше мнение, про это, то есть, я знаю, что вы считаете, что это показушная история, что я их держит уже полгода. Я знаю, но сказать не могу, если я скажу, я буду в подвалах с ними, я знаю просто, что там и что, и это видно, все думающие люди, это могут строчек между слов прочитать, мечтают, мне же люди пишут, но таких людей процентов 30 было, сейчас больше, сейчас, может быть, половина уже, которые начинают задуматься, которые начинают, да, я посмотрел там какое-то непонятное видео, но начнем с того, что почему в про-рестлинге бьют стульями по голове, знаете, почему? чтобы не причинить ущерба, не причинить вреда. Выглядит ужасно, вот этот алюминиевый стул, выглядит ужасно, но они поняли, что это вот как раз вот эта грань, когда ужасно, то, что по телевизору и ноль демиджа, это как раз вот самый лучший вариант, то есть бить до друга стулья, это раз. Стульями нельзя принять, стоп, секундочку. Нет, ребром-то можно, конечно, все сделать, но там не было ребра, я уж на всякий случай посмотрел. Да, конечно, они балбесы, потому что, вот почему я Хабиба предостерегаю толпой что-то делать, потому что не получилось такого, а то потом не вытащишь. Когда ты до один, всегда есть вариант. Я знаю, что, например, сто процентов, какие слова говорил, я их не могу по телевизору сказать, это наглый водитель, который чувствовал, что у меня есть покровитель. Я знаю, что говорил этот корейский, прекрасно знаю, если эти слова на Урале убили бы, закопали бы и никогда бы жизненно не нашли. А здесь ребята просто лещи надавали, ну вот сейчас сидят они, типа им урок. Ну, наверное, урок другим, что у нас вот, что у нас закон можно вот так вот перегибать. То есть, понимаете, это какая история, все говорят, а вот что, типа они знаменитые, значит, ну все можно. у нас совсем недавно, кого не пустили на самолет с багажом? Одновойский, точно тоже не последний. 85 лет, величайший артист. А почему тогда не сказать, секундочку, есть закон на победу с нормальным багажом нельзя, типа, что он там вякает? Да, конечно. Да, победа это отдельная история. Не, ну да, а что там, вот тебя не пустили, ты не такой багаж. Меня же вот из аэрофлота прям с сиденья взяли вот так вот и сказали, все, выходи. Но сразу подумали, а, что там можно, меня пустили, я зашел, сел. Насчет этой истории с аэрофлотом, кстати, а что там в итоге было-то, то есть, ты ничего, меня садили с рейса, я купил новый билет. То есть, в Америке за это сейчас судят, отсуживают деньги. За точно такие же. А вам, вас типа, я не могу ничего сейчас. Обвинили в том, что вы там что-то накричали? Что я опоздал. А поопоздали, да? Нет, у меня есть, я записывал себя с первой секунды. Я сижу молча, сижу молча на середине, заходит какой-то увлинин такой здоровый, наглывает. И говорит, выходите. Я говорю, проверили билет, все хорошо. Вы вот там вот прошли. Я говорю, ну там прошли, я же сказал девчонкам, говорят, самолет тыща, не улетел. Говорю, что у меня здесь, держите, говорю. Билет тем более на руках. Да, я зашел, подхожу к самолету, мне дают, проверяют, место указали, все, сел сижу. Я что, идиот? Если любое мое слово было бы расценено, как, и то написали, дебош. У нас же любят такие слова писать. Поэтому, когда я читаю, там скандал, сразу это все делят братцы и пытаюсь понять, как на самом деле было. А люди это не, они это не проходили. Поэтому они, когда смотрят, меньше смотрите телевизор, у меня единственный сайт. Больше, меньше читайте, меньше читайте этот бред. Просто старайтесь анализировать. Посмотрите, кто, посмотрите биографию, кто на кого работает. И как-то все вырастется. Олег, спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!